Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в Ломбарде Титан Ломбард Титан для всех и каждого Здравствуйте, в эфире первого городского проекта Место происшествия В студии Михаил Вагин, смотрите в этом выпуске Госпитализировались с места ДТП На улице Карла Маркса пенсионер на Гранте сбил женщину на пешеходном переходе 90% ожогов В Зуевском районе пенсионер облил свою сожительницу бензином и поджег ее Вскрыли ячейку Полиция разыскивает двух похитителей электрического удлинителя из магазина на улице Ленина Не удалось ни переставить машину, ни договориться с полицейскими На улице Широнинцев сотрудники ДПС и активисты ночного патруля за 10 минут задержали двух пьяных водителей Не соблюдал дистанцию На улице производственная камера зафиксировала, как водитель Мазды врезался во встречную иномарку На улице Карла Маркса пенсионер на Гранте сбил женщину на пешеходном переходе Пешеход получил травмы и была госпитализирована Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварии» ДТП произошло днем 14 февраля Известно, что водитель Гранты был трезвый У дома 32 по улице Карла Маркса 77-летний пенсионер, управляя автомобилем «Лада Гранта» Совершил наезд на женщину 60-го года рождения Которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу В результате женщины были причинены травмы Ей была оказана медицинская помощь Сейчас по факту ДТП проводится проверка Устанавливается тяжесть причиненных травм На перекрестке улицы Романа Ердякова и транспортного проезда Столкнулись фургон «Валда» и «Лада Гранта» По данным ГИБДД, водитель «Валда» при повороте налево Не уступил дорогу встречной легковушке Впрочем, у участников аварии возникли разногласия Сейчас они разыскивают очевидцев или записи с видеорегистраторов Если вы видели, как произошло ДТП, звоните по телефону 8-951-354-07-60 Во дворе по улице Казанской у дома 43 Встретились «Лада Ларгус» и «Фольксваген Тигуан» По словам водителей, они поздно друг друга заметили Один выезжал из-за сугроба справа, другой слева В итоге в отношении обоих водителей вынесены определения об отказе На улице Ломоносова столкнулись три автомобиля По словам инспекторов, водитель «Субару» не рассчитал дистанцию Врезался в попутную «Ладу Гранту» Затем выехал на встречную полосу и зацепил «Хёндай» В аварии никто не пострадал Водители сами составили схему ДТП и приехали в ГИБДД На улице Московской водителя «Кия» занесло и он въехал во встречный «Фольксваген Пассат» Известно, что шофер на «Кия» не рассчитал скорость и дистанцию до впереди идущей машины Когда она резко затормозила, он тоже затормозил В итоге машину занесло влево и она выехала на встречную полосу На улице Московской дорогу не поделили автобусы и троллейбус По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал На время участники ДТП полностью перекрыли проезд по улице Московской Михаил Вагин, место происшествия В Зуевском районе пенсионер облил свою сожительницу бензином и поджег ее Женщина получила смертельные ожоги и скончалась в районной больнице Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка» По данным следствия, пожилые сожители поссорились из-за алкоголя Обвиняемый просил деньги у потерпевшей, чтобы сходить в магазин за водкой, но та отказала В итоге мужчина облил лежащую на кровати пенсионерку бензином, а потом бросил тлеющий окурок Потерпевшая получила около 90% ожогов тела и умерла в больнице Сейчас следователи назначили экспертизы и решаются вопросы об аресте обвиняемого Полиция разыскивает двух похитителей электрического удлинителя из магазина на улице Ленина Преступление произошло 13 января в час ночи 25-метровый удлинитель злоумышленники украли из ячейки хранения С места происшествия они скрылись на 99-й серебристого цвета от улицы Ленина 102В в сторону улицы Милицейской Приметы жуликов на вид 25 лет, рост 175 сантиметров Сейчас возбуждено уголовное дело Всем, кто опознал молодых людей на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону 8-919-667-1002 Героям видеоролика полиция предлагает написать явку с повинной Сотрудники отдела по расследованию ДТП разыскивают очевидцев аварий на путепроводе по улице Московской Напомним, столкновение произошло 13 февраля Водитель Хонды Аккорд столкнулся с двумя автомобилями В ДТП пострадали 5 человек Если вы стали очевидцем аварии или у вас есть запись с регистратора момента столкновения Звоните по телефону 588-946 или 8-951-348-89-99 В Юрия вынесли приговор пьяному водителю Алексею Скопину, по вине которого погибла девушка В июне прошлого года осужденный ехал с тремя пассажирами по дороге Юрия Великорецкая 29-летний водитель автомобиля Лада Приора неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд кювет и опрокидывание В результате происшествия 25-летняя девушка пассажир погибла на месте 29-летний мужчина пассажир, а также 35-летняя женщина пассажир получили травмы Однако госпитализация им не потребовалась По данным прокуратуры суд назначил пьяному водителю Скопину наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии поселения с лишением прав на 3 года Приговор суда не вступил в законную силу Михаил Вагин, Место происшествия В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем Сразу двух пьяных водителей на одной машине задержали активисты ночного патруля и сотрудники ДПС Первое задержание произошло на улице Широнинцев Водитель девятки заметил патрульное авто, сразу припарковался и выключил фары Как будто так и задумывал Затем нарушителя увезли в отдел полиции, а за руль сел его приятель-пассажир Но он вскоре тоже попался инспектором Как выяснилось, приятели хотели просто переставить машину от одного дома к другому У несчастливого для пьяных водителей дома номер 13 по улице Широнинцев сотрудники ДПС остановили ВАЗ девятой модели Внутри авто сидели двое коллег-автомехаников Пьяный водитель Дмитрий не отрицал вину, якобы перемещал машину друга В то же время мужчина не хотел схлопотать лишение права управления Дмитрий пытался договориться Дмитрий просил составить на него любой другой протокол, не суляющий лишения прав Например, за переход улицы в неположенном месте По словам водителя, он с коллегой-приятелем выпил немного Дмитрий понял, что договориться не получится и отказывался называть свои данные Его увезли в отдел полиции, затем инспекторы оформили ему нарушение, как на пьяного водителя Тем временем, нетрезвый друг мужчины, все это время сидел в девятке Курил и выжидал момент Он хотел во что бы то ни стало переставить машину к дому Впрочем, пассажир девятки Виталий свое обещание не сдержал Очередная встреча с инспекторами состоялась уже через 10 минут Ведь Виталий сел за руль, поехал и припарковал таки машину у своего дома уже на улице Чернышевского Потом на глазах активистов он ловко перепрыгнул на пассажирское сидение авто Пересел Здравствуйте Здравствуйте еще раз Машина теперь здесь А вы на пассажирском теперь пересели что ли? Сзади никого Сзади никого Сперва новоявленный нарушитель все отрицал, сказал, что водитель якобы убежал Здесь, здесь Подъезд убежал Здесь какой адрес? Вот это какой адрес? Да, а стояли вы на столько, что разговаривали Шаронисов 13 Как машина здесь оказалась? На Чернышевского? Не знаю Не знаете Инспекторы заметили, что водитель во время конспирации даже не успел спрятать ключи от машины Они остались висеть на краю дверного кармана Позже в патрульном авто Виталий во всем сознался Ему очень не хотелось с утром перед работой идти за машиной до дома тещи Я же вам говорил, никуда не ехать Почему вы поехали? Так, получается Сейчас мы еще 83 Первый, то есть Дмитрий, да, хотел переставить машину Теперь вы хотели Согласен Это похвали Машина ваша, да? Нет Но ездите вы? Ездите, да Согласен, все без проблем Я не отрицаю Как выяснилось позже, водитель Виталий – житель другой страны Гражданин Казахстана Да, да, да А пьяники сказали, что машины про вагон, что по поле Российское водительское удостоверение получали? Нет Нет, не получали Обоих пьяных водителей ждет одно и то же наказание Лишение прав на полтора года и штраф в 30 тысяч рублей Судя по всему, на работу коллеги и автомеханики будут ездить на общественном транспорте Михаил Вагин, Сергей Пичугин Место происшествия На улице производственной камера зафиксировала, как водитель Мазды врезался во встречную иномарку Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» На улице производственной водитель Мазды не рассчитал дистанцию и, уходя от столкновения с УАЗом, выехал на встречную полосу У встречной иномарки пострадало дверь и заднее крыло По словам автора видео, отчасти причиной аварии стали действия водителя Тойоты, который планировал повернуть налево Водитель УАЗа успел остановиться, а шофер на Мазде уже нет Также владелец регистратора уверен, если бы вообще отменить левые повороты, как во многих других городах России, движение стало бы удобнее и безопаснее На перекрестке улиц Воровского и Сурикова водитель 14-й не пропустил фургон «Фольксваген» На повторе видно, водитель «Лады» не пропустил встречный молоковоз, затем попытался проскочить перекресток На улице Ленина водитель «Калины» едва не сбил двух пешеходов На съемке видно, что люди переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал Этого водитель «Калины» якобы не заметил, впоследствии автор видео догнал нарушителя, чтобы проверить его состояние Как выяснилось, за рулем был пенсионер, он просто не заметил сигнал светофора В Слободском водитель «Десятки», выезжая на главную дорогу, не заметил машину с камерой Нарушителю стоит напомнить о существовании зеркала заднего вида и что при выполнении маневра в него нужно смотреть На улице Луганской водитель грузовика едва не спровоцировал массовое ДТП Видимо, шофер поздно среагировал на сигнал светофора Чтобы не въехать в попутную машину, он выехал на встречную полосу Проехал перекресток на красный сигнал, а там едва не зацепил встречную семерку и попутную десятку На загородной трассе камера зафиксировала опасный обгон Водитель седана явно рисковал, а вторую видео пришлось сместиться вправо На улице Кольцова пьяный пешеход пытался поймать автомобиль Судя по видео, мужчина стоял прямо на дороге Если бы автомобиль ехал быстрее, трагедии было бы не избежать На Комсомольской площади автомобиль с камерой оказался под искрящимися проводами Как выяснилось, у попутного троллейбуса отпали штанги Машина с регистратором не пострадала и продолжила путь Михаил Вагин, место происшествия На этом все Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон Или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobakoinbox.ru В группу ВКонтакте, место происшествия Киров А также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте Место происшествия Киров В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok